СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Здесь народ очень хорошо идёт. Самое главное, что в цирку очень хорошо народ идёт. Вот в субботу завтра у нас два представления. Вчера было одно представление в субботу. В воскресе одно представление. Знаете, когда народ идёт, значит, дирекция больше представлений делает. Я всех приглашаю в цирк. Ещё ни один человек не встал заранее, не убегал, не одевали, чтобы это самое признательное. И когда люди кричат, орут, да, хлопают, для артиста больше ничего не надо. Иначе мы нравимся им. Ну, если говорить о программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, вы были у нас в прошлую пятницу в программе Культ Поход, но вы, к тому же, ещё и вполне такой наш человек, человек программы СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Я, чтобы ввести в курс дела, напомню, что программа наша уже выходит больше трёх лет. И мы говорим о разных культур, о культуре, традициях, особенностях разных народов. Народов нашей России. Да, России. И вы наш человек в том смысле, что цирковое искусство, оно интернациональное. Оно понятно на любом языке, в любой стране мира и так далее, да, Кирилл Ильич Ильич? Ну, да, но тут есть ещё один, так сказать, ещё одна причина. Потому что уважаемый Эртемерлан имеет родителей, которые отец был, я так понимаю, ингушом, да? Да. Мама осетинка. То есть это человек, родившийся в межнациональном браке. И поэтому, наверное, такой талантливый, а? И посвятивший всю свою жизнь великолепным, прекрасным животным, грациозным, с которыми вы работаете уже много-много-много времени. И вот хотим, да, сегодня поговорить. Вот я вам задавал вопрос до начала программы. Был ли в вашей биографии, в вашей цирковой деятельности случай, когда вот именно вашим искусством вы людей примеряли, усаживали за стол переговоров, возможно? У вас огромная просто география путешествий по планете. Вы понимаете, я вам даю в двух словах. Сейчас расскажу в своей биографии. В прошлый раз вы рассказывали, как большом Трампа кормили. Большом Трампа. Да. Это когда кормишь Трампа, это прекрасно. Сейчас он нам помогает, чтобы прекрасно мы жили в мире. Вы знаете, самое главное, знаете, что я вам хочу сказать, да? Что вы мне рассказали, вот что я ингуш, отец у меня ингуш, мать-то осетинка. Вот это самое главное. У меня нет, знаете, какой национальный, знаете, такой националист. У меня в номере работы и азербайджанцы работают, и армяне, и даже узбеки работают, и осетин работают. У меня этого нет, знаете, чтобы национальный был. Мне нужно, чтобы он был артистом и делал трюки. Я говорю, а цыковый гост объединяет. Можно любого человека научить, да, характер ему, да, он будет исполнять и осетинские номера, и армянские номера, и азербайджанские номера, еще я вам все это говорю. Понимаете, вот в этом называется национальность. Я считаю, это сегодня как-то нужно напастить на слово национальность. Знаете, мы в России все живем. Мы должны быть российский народ, мы должны объединиться друг с другом, искусство показывать друг другу, кто лучше работает в цырке, кто лучше трюки делает, да. Знаете, вот при Советском Союзе, что было интересно очень, дни культуры Чеченой Ингушетии в Москве, дни Осетии в Москве. Мы друг друга знали, мы друг друга видели, хлопали друг другу все это, да. А про цырки я вам расскажу, у нас была удивительная программа, был армянский коллектив, азербайджанский коллектив, узбекский коллектив, татарский коллектив. Понимаете, мы друг друга видели, кто что может делать, и мы друг друга учились. Учились, передавали, да. А вы как руководитель коллектива, вот руководствуетесь, я понял, что вы не руководствуете какой национальности принадлежит человек, но какие-то есть как бы черты человеческие, вы же не просто там берете профессионала, ну типа он вот профессионал и все. Наверное, какие-то предпочтения, какие-то человеческие ценности вы хотите видеть вот в членах своего коллектива, да? Конечно. Если мы, называется кавказская легенда, это называется легенда Кавказа. И когда на Кавказе платок бросают, когда мужчины там дерутся или какие-то там между ними дела начинаются, женщина, когда снимает платок, бросает, и все прекращается. Конечно, у меня Кавказ есть сделано. И мне подсказали все это Махмуд Десамбаев, великий артист. Понимаете меня, я вам почему говорю, так не бывает, что я такой великий. Мне научили Махмуд Десамбаев и Кабзоном, я очень близко был знакомый, и Муслим Магомаем, что вы просто знали. Это мы друг друга учили, чтобы быть красивым на манеже. Мы друг друга учили, чтобы нас зритель понимал. А что конкретно вы почерпнули у названных великих людей? Понимаете, как Махмуд Десамбаев танцевал, так у нас сейчас никто не танцует. Как Муслим Магомаев пел, а с душой и с сердцем такого нет. У меня сейчас даже дроги, по мне мурашки идут. Как Кабзон пел любые песни, знаете, мы его ни с кем не можем сравнить, этих людей. У нас нет замены, я вам честно могу сказать, к сожалению. Понимаете, до любой нации доходился, до всех доходился, его слова, его танцы, все это. Вот должно быть в искусстве так. Я вам могу сказать одну маленькую историю, расскажу. Когда мы платок бросали в Америке, к нам подходили мужчины, подходили взрослые, уже в годах люди. Вы говорите, можете этот платок кинуть между Советским Союзом и Америкой, чтобы подружиться, чтобы мир был. Я вам серьезно говорю, знаете, люди подходят, и они по-другому думают, когда зритель, вот это, понимаете, там, зритель, вот мы когда работали, да, я вам одну маленькую историю расскажу. Я сделал советский флаг и американский флаг. И когда мы эти флаги выдергивали, голопом мы по кругу. Во время представления. Да. И вы понимаете, мне весь зритель стал вскачивать, и начали рад хлопать, у меня ложь где не знали, куда деться от этого звука, от этого шума. Вы понимаете, вот это наше искусство было настоящее. Но вы думаете, вот такие жесты, такие, ну, я бы сказал, достаточно великие жесты, так сказать, человечества, да, как бросить платок, они, все-таки это традиция кавказская. Да. Она может стать, как бы, жестом мира во всем мире? Конечно. То есть люди готовы воспринимать такие жесты и следовать? Вы понимаете, почему я в Америку ездил с 72-го года, через два года на 6-9 месяцев просто. Я же не так просто, знаете, все-таки они хотят, чтобы идея какой-то была, а не просто трюки делать. Сейчас вообще-то в искусстве, видите, в театре уже сальто делают, уже там делают, да, в цирке танцуют, я скоро петь начну. Поэтому, понимаете, искусство должно быть, знаете, всякое должно быть, тогда зрителю интересно. Я вам почему все это говорю, к нам приходили ковбои, приходили. Ковбои, это пастухи, да, и они спрашивают, что такое джигит и что такое ковбой. У нас было соревнование, и целый фильм они там сделали. Ковбой буквально, как бы, мальчик, который пасет коров. Да, вы понимаете, они фильмы сделали даже, почему они сделали, как и мы, трюки, или они нас называли крези, мы, говорят, сумасшедшие нас называли. Понимаете, что мы на таком ходу трюки делаем, все, это приятно, с одной стороны, хорошо это. Понимаете, и они удивлялись вот этим. И когда вот такие удивления от народа идет, знаете, это надо оценить. А самое главное, я могу сказать, как американцы свой флаг любят, так никто в мире не любит, я вам скажу, почему. Я вот когда приехал первый раз, думаю, что праздник у них, утром флаги, вечером, на следующий день опять флаги, опять это, да. Они к своему флаге приучили, как к своему, знаете, жизни. Вот это прекрасно. Утро начинается, глава семейства пошел флаг поднимать на лужайке, как мы в фильмах видим, да. Я почему вам хочу сказать, весь коллектив, мы были в Белом доме, нас приглашали. Я в Белом доме три раза в Америке был. Не так, просто с нами беседовали, нам рассказывали, проказывали президенты, все это. Значит, нами интересовались. Вот это интересно. Но вот все-таки, Тимир Лангий Тимир Султанович, все-таки, вот этот жизнь, он все-таки моральным является. Вот вы рассказываете, понятно, там люди приходят на развлечения, там, посмотреть, вот назвать там crazy и так далее. Вот насколько, и вообще вот сила это, вот такие моральные жесты, на которые вот люди могут реагировать. Кавказцы, люди достаточно горячие, сами по себе, да, это не просто штампы, на самом деле как бы так и есть. И все-таки вот этот жест, как бы, о котором вы говорите, он останавливает их, да, вот несмотря на всю горячесть, может быть, там и кровь куда-то бьет, так сказать, в мозги куда-то там. И в этот момент они все равно находят себе силы остановиться. И вот американцы понимают такие моральные жесты? Вы считаете, что вот наши жесты, а у нас в России много разных еще других, как бы, моральных жестов. Вы считаете, они могут стать всемирными? И вообще люди могут воспринять и действительно, ну, идти по пути доброты в дальнейшем? Вы понимаете, я вас понимаю, что вы говорите, да, самое главное, простой народ по всему миру, они одинаковые, что русские, что американцы, все мы одинаковые, простой народ. Это большая политика все делает. Я почему вам говорю, да, мы по всем штатам ездили, по всем штатам, и битком, когда народ идет, простой народ приходит, с детьми, со всеми. Вы понимаете меня? И могу вам маленькую вещь порассказать. Пришел к нам Бежежинский, такой был антисоветчик, был прекрасный, знаете, да? Пришел в Вашингтоне, посмотрел нас, пригласил всех, весь 90 человек в кафе, посидели, все. Говорил, какие мы прекрасные, хорошие. После этого 12 лет цирк туда не ездил. Понятно, запретили. А знаете почему? Потому что столько сразу по 30, по 25 тысяч зрителей сразу смотрят. Понимаете? А тут звучит там цирк, а здесь сэр там и так далее. И нас потихоньку убрали. Балет не убрали, балет там 2000, ну зрители пускай будут, поют. Не так критично. Понимаете, почему? Не то, что я, знаете, как каждый артист о себе хочет сказать. Это на самом деле так и было. То есть политики не хотели, чтобы видели, что артисты из СССР, цирковые артисты из СССР. И теперь вам... Тем более с Вашими подходами, когда Вы пропагандировали фактически дружбу, скажем так, между... Да. Вы знаете, я Вам в одном обещании скажу. Нет плохого искусства, нет плохого. Есть плохие исполнители. И когда очень хороший исполнитель, Вы можете на любом, на любое всё, что показываете, если Вы с сердцем всё показываете, и зритель Вас видит, он встаёт и хлопает. Понимаете? Кем бы ни были, русские там, азербайджанцы, евреи, кто угодно, если Вы артисты, все понимают это. Вот главнее ничего, артисты тогда понимают. А бывает, стихи читают, ба-ба-ба-ба, его не понимают, господи, быстрее бы отсюда. А другой с душой читает, другой с сердцем, глаза на него смотрят, думаешь, как это, откуда у него все выходят. Вот. И я Вам могу ещё сказать. У меня вот самое главное, да, не трюки научит человек артистом быть. Чтобы на зрителя посмотрел, чтобы в него любились. А то, знаете, трюки делают, они думают, тут болит, здесь болит, да. Думать, господи, когда он уйдёт. Ну как же это случается всё равно. Когда он уйдёт. Изменить, пожалуйста, знаете, у нас слёзы у нас текут, да, а мы улыбаемся. Я понимаю, что всё равно нужно улыбаться, конечно, да. А мы улыбаемся. Вот. Это наше специально, тогда надо, и могу сказать, я на свою судьбу не имею права бежать. Ну, чтобы вот называться крэйзи, нужно, насколько, так сказать, на какой уровень взаимопонимания должен быть вот с лошадью у человека? Вы знаете, я хочу, чтобы Вы пришли к нам в цирк, сами посмотрели, нам бы с Вами легче было говорить. Если, знаете, у меня скоростные машины есть, чем без лошади, если Вы удивляетесь, скоростные самолёты, ракеты куда-то летают. Мы этим радуемся, думаем, как же человек придумывает. Так и в цирке. Если в цирке лошадь быстро идёт, люди удивляются, как и трюки можно делать. Понимаете? Вот в этом-то я и выиграю. Я специально сделал трек такой лошади, чтобы они упирались. И вот поэтому они идут у меня быстро. Напомните, сколько у Вас одновременно максимум коней на сыне? У меня сразу в моих коней бегают 20 лошадей одновременно голопом летят. 20 лошадей на арене, на арене, на округу. Понимаете? Я Вам почему всё это говорю? Когда Вы знаете свою специальность, Вы всё делаете. А когда не знаете специальность, все страдают. Давайте, раз уж мы заговорили об этих удивительных животных, давайте поговорим, вспомним, как, собственно, воспитывалось в Вас уважение и любовь к коням. Ну, тут уже кавказские корни, да? Другого пути не было. Вы помните свою первую лошадь, скажем? Вы понимаете, я Вам сейчас скажу. Я Вам чуть-чуть про себя разговариваю. Я детдомовский мальчик. Я сам себя в детдом знал, чтобы Вы знали это. Вы, наверное, где-то читали всё это, да? Ну, так сложилось судьба, да? Я благодарен, что я в детдом прошёл это. Это очень хорошая школа. Это прекрасная школа. И меня там научили руками работать. Там мы могли моторчики двухякорные, трёхякорные. Знаете, мы маленькими пацанами. У меня подъёмный кран, кнопками нажимаешь, он у меня автоматически всё работал. Понимаете, нас там учили. И вот этот, который нас научил, я его по сей день благодарю. Я всё умею делать. Мы сами ещё всё делаем. Что Вам заложили? Потом мне повезло. Мастер на все руки. Да. Потом мне повезло. Моя мать вышла за Нукзарова замуж. И я попал в сыр. И он чем великий артист был. На манеж, когда выезжал, уже в годах. Так становился гордо. И зритель хлопал, даже трюки не делал. Знаете, всё-таки отсюда идёт. И он мне дал, знаете, что дал? Делай, что хочешь, лошадьми. Что ты хочешь делать. Вот самое главное, я был свободен в этом выборе. У меня не было, знаете, чтобы трюк тяжело делать. Вот это мне тяжело делать. У меня это, у меня легко всё давалось. И плюс ещё, мне повезло. Великий, с клоунами, карандашом я у него работал. С Поповым Рябра, с Юрой Никулиным я работал. Со всеми большими артистами я работал. И они мне толкали. Видите, мальчик идёт вперёд. Вот так не бывает. Я такой один стал, я герой. Так не бывает. Мне все толкали. Я у них учился, помогал. Я им благодарен всё это. Ну а с чего начиналось-то вот общение именно с лошадьми? Я вам расскажу. Как это всё было? Я помню, где дом у нас был. У нас было полуторка, я помню. Полуторка. Автомобиль, да? Да, автомобиль. Полуторка, да. И мы видим, про-та-та-та-та, застрял где-то. И мы человек 23 где-то толкают. И у нас было две лошади. И мы на этих лошадях садились по-детски. Знаете, без седла, без ничего. Верёвку одели вместе, уздечки. И поскакали. Падали всё это. Вот оттуда у меня всё началось. Понимаете, меня? Потом на чужих лошадях так запрыгаешь, поскакал. Там всё. Нас ловили, били. Ну что, покататься просто? Вот оттуда у меня появилось вот это. И знаете, мне просто повезло, я вам повторяю, да, что вокруг меня были, я около специалистов был. Знаете, они мне научились, что такое копыта, что такое седло, как лошадь болеет, всё это. Вот это главное ничего не может быть, когда ты о лошади всё знаешь. Подковывать умеете? Нам категорически подковывать нельзя. Нельзя? Нельзя. Почему? Это по технике безопасности. Были случаи, вот у меня были случаи, подковали, ну, с копытом было плохо. С задними ногами наступать на подкову и лететь в зрительный зал. Ух. Вот это было. Кувырком. Да. Понимаете? Понятно. Категорически нам это нельзя. Потом человек может упасть под лошадь. Это травмоопасно, в общем, да. Это травмоопасно. Которые мы должны всё знать и выполнять. И что хорошо, у нас в цирках, да, у нас есть специальный инженер по технической безопасности. Нас каждый день врач проверяет, чтобы на манеж выйти. Знаете, некоторые думают, а, цирк, артист цирка, поехал. Не так. Нас проверяют всё. Животных, врачи проверяют. Всё, мы работаем. Насчёт этого я могу сказать. Цирк должен при государстве. Вы говорили, да. Да. Я вам скажу, я вам двух слов скажу, буду молчать. Это дорогостоящее очень искусство. Чтобы большого-то сделать номер там национальным, любому национальному джигитов сделать, да, это надо года. Надо найти партнёров. Надо платить всё это, да. А потом, когда номер, конечно, сделает, прекрасно ездит, всё зарабатывает, деньги, возвращается деньги. Вот я вам. Вы сказали, что у вас коллектив, которым вы руководите, он достаточно такой разноплановый в плане... Многонациональный. Да, ну, не упоминаем слово национальность, раз уж наш гость, да, не слишком... Ну, конечно. ...в плане происхождения, да. А вот то, о чём мы говорим, да, в наших программах, какие-то национальные праздники, там, Навруз, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, вот эти традиции сохраняются, отмечают ваши коллеги? Вот было тысячелетие Казани, и мы туда ездили на тысячелетие. Там удивительный был, там, этот праздник, удивительный праздник был, там, все правители были почти со всего мира, и Путин туда приезжал. Удивительный человек, Шамиев, это удивительный человек, он приходил к нам, наконец-то, я даже удивляю, кто это, Шамиев пришёл. Знаете, меня-то, вот в этом-то руководитель заключается, его вокруг него никакого не было. Понимаете, меня, и когда мы отработали там, да, и они сказали, что откуда-то так татарских джигитов так быстро сделали? Татарских джигитов. Мы одели их, там, шапочки, это дели, да. Понимаете, меня, и могу сказать, я считаю, сегодня один из лучших ипподромов вообще в России, это Казанский ипподром. Удивительный ипподром. Современный, можно сказать, что самый современный в стране. До 7-8 градусов круг не замерзает. Может, ложись скакать, можете всё что угодно делать. Вот в этом прекрасно всё это. Ну, возвращаясь всё-таки к моему вопросу. Вот ваши коллеги-артисты чтят какие-то национальные традиции? Конечно, я вам могу сказать, у меня, я воспитал 6 руководителей, которые свои номера сделали, свои, знаете, меня. И самостоятельно работают. Самостоятельно работают, в Росгосцерке они работают, всё это. Конечно, им передаёшь, они со мной рядом работают, как не учиться. Они работают, всё видят, как я работаю. И вы ничего не скрываете, всё им рассказываете. А вы знаете, я хочу, чтобы вы пришли на репетиции, я очень строгий. У меня нет, знаете, у меня нет болезни, болезни, должен на репетиции быть. Я думаю, по-другому и быть не может, когда ты хочешь быть лучшим. Вы знаете, я почему говорю, потому что зритель деньги платит, мы должны полностью работать. А не так, знаете, я сегодня пришёл в таком, кстати, завтра нет. В таком. Но к вам нельзя устроиться по блату, именно талантливые люди? А то у нас ведь в стране-то сейчас принято, так сказать, как бы... А у меня один блат, один только блат у меня. Я вам скажу, какой можно сказать? Да, конечно, какой у вас блат, чтобы мы знали. Если вы физически всё подгоняете и можете какие-то трюки делать, вот этот блат, пожалуйста, садитесь и работайте. Можете завтра прийти на репетицию ко мне? То есть если вы видите, что человек на 100% выкладывается и он талантлив, то, пожалуйста, приходи работай. Да, пожалуйста, у меня нет этого, как называется, по блату прийти. У меня нет этого, даже у меня сын, когда со мной сейчас на пенсию ушёл, да, у меня тоже блата не было. У меня этого нет. Жена у меня там работает или кто-то работает, этого нет, у меня всё. А если вот так будет всё это, по блату, да, искусства не будет. Вот, тогда всё просто захереет и разрушится. Вспоминая о том, что вы побывали во многих странах мира, какая культура, какой страны, вы всё равно в процессе гастролей с чем-то знакомились, с какими-то моментами, вот какая культура, какой страны, какого народа вам больше всего запомнилось, возможно, поразило себя чем-то таким? Вы понимаете, вот в Японии, да, там много раз я в Японии, это совершенно люди другие, спокойные, они любят, чтобы яркие костюмы были, чтобы это, да, и они не восторгаются так, а-а-а, они не ворваются, они про себя внутри дома рассказывают, какие-то там номера были, всё. Народ битком, а хлопают так, знаете, тогда скромные, да, они так воспитаны, у них нет вот этого. Эмоции свои не проявлять слишком бурно, да. Вот в Аргентине совершенно по-другому люди, да, ну как я вам могу сказать, могу честно сказать, у меня даже в голове и в уме не было, чтобы где-то за границей остаться. Знаете, свой язык, еда наша, борщ нас собственный, вокруг нас, всё наше русское, советское тогда было, да, у меня даже в голове не было, чтобы где-то остаться, всё, конечно, дом соскучил, знаете, да, вот здесь скучно бывает, да, о, господи, пойти где-то борщ съесть, где-то шашлык поесть, вот это, да, у них всё по-другому, всё другое у них, всё это. В Японии, в Японии морепродукты, которые тоже, да, там. Ну, судя по тому, что вы уже называете, я так понимаю, что из супов вам больше всего больше нравится? Нет, у меня хорошая кухня любая нравится. То есть любая хорошая кухня? Да. Ну, а когда вот наелись хорошей кухней, и вот чего вспоминаете прежде всего, какую еду? Вот, вот, что хочется. А что мужик должен вспомнить? Свою жену вспомнит, девушек вспомнит. А что ещё вспоминать? Нет, я буду вспоминать другую еду. А что вы говорите? Ну, я про еду именно говорю. Понимаете, когда она подумает, что, господи, какая у меня прекрасная жена, как я её люблю, я ей. Вот о чём надо думать, о семье, о близких думать. А ещё думают, что, селёдку съесть или что? Я об этом никогда не думал. Ясно. А что вот вам на ваши праздники там вот готовят близкие? Вы знаете, у меня нет вот такого, знаете, неприхотливого. Нет, у меня такого нет, что вот это, вот это. Предпочтений каких-то вот, всё, что вкусное, всё ем подряд. Да, это у меня нет такого. Конечно, чем взрослее становишься, мне скоро будет 77 лет, я уже хлеба меньше ем. Вот это надо, как соблюдать надо. Я вас приглашаю, знаете почему? Я хочу, чтобы вы видели, что я делаю в 77 лет. Просто, знаете, нам бы с вами ещё легче было развивать. Я, к сожалению, да, я поясню, Тамерлан Тимирсалтанович, я не побывал, но моя жена с сыновьями моими, они сходили в прошлое воскресенье, им понравилось очень. Но я всё-таки намереваюсь ещё попасть. Вы понимаете, я вам почему, скажу, всё-таки, почему, я сейчас, чтобы вы знали, вы не подумайте, что я, такого артиста нет, что про себя такой великий, да. Я люблю, когда приходит корреспондент, телевизор, чтобы они увидели и вопрос потом задавали. Понятно. Понимаете? По факту увиденного, да, собственно. По факту увиденного, а вот это как? А вот это что, да? А так, получается, знаете, я такой, я такой. Я сейчас скажу, мне 77 лет, товарищи, приходите в цирк, и они думают, к этому старому человеку, что он там делает? Понимаете, вот всё заключается. То есть до 14 октября? Да. Последнее представление будет 14? Последнее представление бывает у нас. Ну, я имею в виду в Хирове. Я уже 60 лет работаю, каждый день у меня последний, да? Вы как лётчик. Вы понимаете? Я вам могу сказать ещё тайно, сказать. Мы, корабли ходят, по-моему, они плавают. Ходят, конечно. Мы в Аргентину, я шёл 28 дней со своими животными в Японию. Через Атлантику, что ли? А? Через Атлантику или через Тихий? Через Тихий. Через Тихий океан. Из Японии? Нет. Откуда? Мы грузились в Питере. В Питере? А, через Атлантику. В Питере, Атлантику и туда. В Аргентину? Да. Боже мой. Как лошади перенесли. Я вам скажу, как я делаю. Здесь специально делаются станки. Станки, когда шторм, мы их зажимаем. Специально. Когда они стоят, вот как? Сюда могут повернуться. Да, да. И я делал вокруг конюшни, где они стали. Вокруг мы их шагали. Через день мы их шагали обязательно, купали их. Мы там все это. Я вам могу тайно рассказать. Если лошадь не будет в качке, лошадь страшно болеет. Это страшно. Не 10, нормально, а 15. А после этого начинают какие-то болезни появляться. А сколько вы? 28 дней плыли? 28 дней. И как пережили это лошадь? Я вам говорю, мы каждый через день, мы так, 7 лошадей один день, следующий 7 лошадей другой день. И все, мы шагаем там все это. Резину там скилили, мы все это. Всем, наверное, закинули все. Самолетами перелетали. Слонов перевозили самолетами, чтобы вы знали. По 4 слона и 15 лошадей в одном самолете. Вы знаете, как интересно жить? Летающий цирк. И когда слоны лошадь выходят, они смотрят, думаю, господи, сколько животных в этом самолете появилось. Это сейчас, знаете, сейчас легко все это делать. Проблем нет никаких. Таберлан Нукзаров, наш гость, народный артист Российской Федерации, основатель и руководитель цирка «Легенда». Гастроли цирка продолжаются у нас в нашем городе. До 14 октября вы имеете возможность попасть на представление. Сейчас небольшая реклама, скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. Хочется спросить, номервал Тимир Салтанович, связь с родиной ощущаете? На каком уровне вот эта связь сейчас остается? Родственники, родственники. Понимаете, все-таки, когда года подходят, когда молодой человек ездит по всему миру, а когда уже года становится, уже как-то, знаете, уже на свою родную землю тянет. Там все-таки похоронен, у меня мать там похоронен, отец там у меня похоронен. А каждый год туда обязательно приезжаю. Конечно, тянет. Конечно, к своему языку тянет. Конечно. В Владикавказ, да? Да, в Владикавказ. И так же я ездил и в Ингушетию, и в Чечню ездил. Мне там проблем нет. Вы говорите на языках? На осетинском языке, чисто говорю, да. Вы понимаете, меня, конечно, тянет. Когда своих родственников там увидишь, они по-другому, жизнь становится, знаете, веселее как-то. Да, но, знаете, что удивительно? Вот артисты от цирки, я привык ездить. Вот я удивляюсь, как люди на одном месте сидят и дом, гастроном, работают и туда. Вот я дома бываю где-то, да, 3-4 дня дома нахожусь в Москве. Я думаю, как бы уехать быстрее на дачу, как бы туда, когда работать начну, да? У меня отпуска никогда не было в жизни. Знаете, мне мир показали бесплатно. Весь мир. Понятно. Понимаете, мало кому удается, да. Понимаете, меня? Вот я про бесплатный мир хочу спросить вас. Мир показали бесплатно. Но, например, вот для меня очень ценное всегда общение с людьми из разных стран. Даже не музеи. Не столько музеи. Вот вас там, вы приезжали в сколько уж, я не знаю, 40 стран вы прошли, 50, 60. Вас гости приглашали? Еще как. Вы знаете, я вам могу... Вот что-то запоминаю. Соответственно, в дом. Да, они посылали в дом. Да, я вам сейчас скажу. Вот японцы нет. Японцы не приглашали. Знаете, почему я могу сказать? Там у них очень... Ну, вот здесь, наверное, 5-6 человек живут. Вот в таком помещении. Понимаете, они... То, что маленькая у них земля... Компактный народ. Да. Но они приглашают в рестораны. Они приглашают. Это рыбные дела. Там проблем нет. И выпьем... Наверное, все думают, что японцы мало пьют. Японцы больше нас пьют. В саке. Так что... Ой-ой-ой. Я даже глаза думаю. Улыбки, что случилось? Вы понимаете меня? В Америке нас... И дома... Домой приглашали. И в рестораны приглашали. В Аргентине. Вообще мы как у себя дома были. Я, знаете, от гостей думаю. Господи, чтоб только сегодня в гости не пойти. Надо передохнуть уже. В этом... Там, знаете, я помню так... Огромная стена с кирпича. И там мангалы. И здесь висят колбасы. Там мясо любое. И сам жаришь. А хозяин радуется. Вот сколько вы можете, столько и жарьте. Сколько можете выпить, столько пейте. Я говорю, господи, чтоб только не пойти сегодня. И в Аргентине был такой случай. Знаете, у меня... Это... Наш руководитель поездки, да. Потому что нас пригласили в гости. В футбол. На лошадях паты называется. Знаете, играют. Пола. Пола, пола. Пола в этом... Да. И, знаете, там... И мы выиграли. Знаете, почему выиграли? У меня пацаны с бицепсами. Они прямо так вместе с наездником к себе. И мы выиграли. Я вам рассказываю интересную вещь. В общем, мы до того... Знаете, договорились там. До того, что за столик был. Наш руководитель поездки встал. Флаг там... Он встал на колени. Встал флаг. Целовать. Аргентинский. Вы понимаете меня? Вот в этом заключается. Мы друг друга больше узнавали. И что интересно в Аргентине, да. Которые во время войны или до войны ушли. У них советские паспорта зеленые были. Мы, говорят... Они в посольстве были зарегистрированы. И знаешь, они приглашали домой. Это... Понимаете? То есть жители России. Жители, да. Переехали в Аргентину во время войны или после войны. Да, да. Ну, во время войны там по каким-то делам, да. И они были зарегистрированы в этом... В посольстве. В посольстве России. И мы... Они нас, знаете, хватали только в гости поехать к ним. Но вы знаете, они так скучали по своим... Кавказцы по своей земле скучали. Знаете, они про... Еще мы привезли какой-то цинандали, вино. Все. Они нашли как будто золото это. Понимаете? Все-таки в душе у людей они хотят своих близких. Где они родили все это. Остается не так много времени. Скажите, пожалуйста, у нас вот общая такая оценка текущей ситуации. Насколько современный российский цирк хранит те легендарные традиции, исконные наши цирковые. И по-прежнему ли мы за границей, выступая, собираем большие стадионы, залы, арены, и мы понятны? Или многое уже что утрачено, и это, в общем-то, грустно? Вот я вам отвечу на это очень быстро и красиво. К сожалению, утрачено. 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 Вы понимаете, вот этот бизнес, который сейчас, знаете, антрепренеры, прокатчики все, вот они берут 2-3 человека. А цирки это коллективные, там 15 человек, подкидные доски, знаете, летают. Полеты летают, там человек 10 долларов. Джигиты должны человек 15 быть. Единственное, я могу сказать, чтобы вы знали, единственный номер-то у меня осталось, который 25 лошадей у меня. 15 наездников у меня. Единственное, остальные все как песок ушли. То есть в стране единственный такой коллектив. Да, в стране. Вы понимаете, вот этот самый, как называется, бизнес, вот этот частный цирк, вот этот, да, они превращают цирк в балаган, к сожалению. Одевают, знаете... Любые капризы за ваши деньги. Да, они, понимаете, они одели, балет взяли, красивые костюмы, красивые, а трюков нет. Они дым делают, блестят они, вот это, да. Основно у нас трюка нет. У нас сегодня фактически, честно говоря, за границу в Монте-Карло некого посылать. Фактически некого посылать. Одни и те же. А почему? Потому что становится, знаете, как объяснить, вы заказали номер там жонглера, вы заказали другой воздух, да, и вы это выполняете, вам за это деньги платят, все. И вот эти номера, мелкие номера по ресторан работают, где только они работают, где можно работать. А цирк превращается, к сожалению, все меньше, меньше становится народу. То есть какие-то такие крупные представления, где вот задействовано именно искусство цирковое, оно становится... Вот была программа у нас по 120 человек. 90 человек мы ездили за границу, чтобы вы знали это. Вот сейчас Киркоров находится в Америке, да? Сколько у него человек, больше 100 человек народу у него на сцене. Вот я по телевизору смотрел. Потому что там они любят, чтобы зрелище было, не один человек там был, чтобы балет был, чтобы пели кто-то. И так же в цирке. В 2000 месяц в цирке все один человек будет делать. Вот когда 20 лошадей вылетают, люди не знают, как хлопать, свистят, кричат. Вы придите, посмотрите. Притом зрители это хочут видеть, чтобы были групповые номера, чтобы интересно было. И особенно маленькие дети восхищаются, когда человек летит, когда человек ездит на лошадь, когда под живот лошадь делает. Дети удивляются. Вот я сегодня считаю... Это, наверное, самое основное, когда люди удивляются, когда дети удивляются. Знаете, есть традиции, надо в цирку возвращаться, чтобы групповые номера были. Цирк Дю Сали, чтобы вы знали, сделал советский российский цирк, чтобы вы знали это. Они. 91%. Это наше, да? Да. Цирк Китая. 90% наших артистов там работает. Групповые номера. Туда все ушли. Вот вам, пожалуйста. А здесь мы становимся... Ну, теперь получается, что китайцы занимают во всех конкурсах ведущие. Ну, вот, вы правильно сказали. А самые, видите, китайцы, государственный цирк, там, не частный цирк, китайский цирк государственный. Все держат в руках, и они на них хорошие деньги зарабатывают. Чтобы вы просто знали, чтобы голословными не были. Все цирки, которые в Советском Союзе, их было 71. Это за счет Росгосцирка построили. Огромные деньги оттуда привозили. Да, у нас, к сожалению, расходы страны на культуру на 30% сокращаются в бюджете. Так что... О, да. Наверное, уже последний вопрос. Минута буквально остается. Извините, что про возраст вспоминаю я опять, но вот все-таки в свои 76 вы еще понимаете, что еще, в принципе, есть чему учиться, и что еще вы можете многое показать. Вы понимаете меня? Я на это быстро отвечу. Знаете, когда у человека ничего не болит, когда еще мозги соображают, вы что-то хотите, конечно, хотите, что я сделаю. Зависит от физического состояния. Все от физического. Если человек болеет, он же хочет как-то отрепетицировать, это уйти, да. Конечно, хочется сделать. Я могу сказать, у нас салют, победа, прекрасный спектакль. У меня Вива, Зора, прекрасный спектакль. Таких нет. Понимаете, конечно, хочется сделать. Пока, знаете, во-первых, вокруг меня молодежь. Когда молодежь, да, как называть, вы должны как-то впереди их идти, а не отставать, их за собой назад тянут. Понимаете, вот это самое главное, что когда вы физически подготовлены, вы можете все что угодно делать. Томир Владимирович, вы, может, вот как, может быть, немножко штампованно звучит, но как вот видный все-таки представитель нашего российского народа, как осетин, вот у нас уже, ну, практически время на исходе. Ну, полминута, полминута. Ну, хотелось бы, чтобы вы вот в рамках нашей передачи вот что-то вот сказали такое, чтобы люди вот наполнились позитивом каким-то и оптимизмом. Я хочу, я вам могу сказать, давайте все вместе дружить будем, давайте обниматься будем. Мы должны, мы один народ, и у нас должно быть всегда небо, голубое небо, и смотреть на небо, и говорить, господи, какой прекрасный вокруг нас. А вот эти диаспоры, вот эти ругань, это никому не надо. Мы должны объединяться и делать прекрасное искусство и свою родину поднимать. Ну что? Я думаю, хорошо, замечательно, прекрасно. Ну что, успешного вам продолжения гастролей в нашем городе, да, еще с устремляться? Да, до 14 октября, еще раз повторяю, кто еще не был. Пожалуйста, просим милости посетить эту уникальную программу. Тамерлан Нукзаров, спасибо большое за визит к нам. Спасибо. Всего хорошего. Дальше вам здоровья, успехов. Всем здоровья. Желаю, самое главное, любите друг друга здоровья, чтобы было у всех. Мы вас ждем всех в цирке. Спасибо, спасибо. До свидания. Союз неружимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова